Это День города, студия Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема дня. Они бомбят Дубровича. В финале авиадарца летчики постреляли от души. Управляемые выбросы, реверс-отходов и рекордные иски. Природоохранная прокуратура отчиталась перед рязанцами. Бегом вплавь на велосипеде. В 35 он стал айронменом. На всероссийском конкурсе «Авиадарц», который, я напомню, в эти дни проходит в Рязанской области, наступило время самого интересного. Летчики истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации выполняли пуски неуправляемых авиационных ракет, проводили бомбометание, стрельбу из авиационных пушек. Стрельба по наземным целям не только самая зрелищная часть авиадарца, но и самая богатая на оценке. Ты мог получить минимальный балл из офис-подготовки, проиграть в воздушном бою, не полностью увидеть пять конкурсных мишеней. Все это отставание можно компенсировать аккуратной и точной стрельбой. Ну или метким сбросом воды или груза. К слову сказать, в этом компоненте наши летчики сильны. На полигоне в Дубровичах боеприпасов не жалели. За финал сброшено около пяти тонн авиабомб, выпущено порядка пятисот авиационных ракет, более тысячи снарядов для самолетных орудий. Для детального подсчета очков судьи прибегнут к помощи электроники. В самолетах и вертолетах будут проанализированы данные средств объективного контроля, а также материалы системы видеофиксации, установленной по периметру полигона и на беспилотных летательных аппаратах судейской коллегии. Итоги конкурса 5 июня победители определят в пяти номинациях. Штурмовая, истребительная, бомбардировочная, военно-транспортная и армейская. В прошлом году природоохранной прокуратурой было выявлено более 50 нарушений именно по части атмосферного воздуха. По вашим жалобам, заявил рязанский природоохранный прокурор Алексей Сейкин во время личного приема граждан. На встрече с жителями была и мэр Елена Сорокина. Топ-вопросов от жителей города у Валерии Сидова. Быстрецкая, Кольная, Тимуровцев – это только часть адресов, с которых поступают жалобы на выбросы вредных веществ в воздух. Больше всего их из микрорайона Дашкова Песочня. Из-за таких выбросов людям ни окон открыть, ни по улице прогуляться. С этого обращения начался личный прием граждан природоохранной прокуратуры и совместно с мэром города. В ведомстве ожидаемо ответили, что заявки людей принимают по телефону 55-00-41, а проверки проводят. Были отработаны конкретные предприятия. И это помимо того, что мы направляли для отработки в органы контроля, это и Министерство предупользования, и это и Роспроднадзор. Помимо этого, еще и прокуратурами были выявлены предприятия. Значит, были выявлены конкретные источники загрязнения, неучтенные источники выбросов, в том числе и от литейных производств. В том числе нарушения были выявлены и градоображающих больших предприятий. То есть это все было выявлено, это все было оценено, и люди, руководители, юрлицы понесли за это ответственность. Другое обращение оказалось шин во дворе. А рязанцы пожаловались, что эти отходы четвертого класса опасности люди зарывают в палисаднике около своих домов. В части городов это и вовсе запрещено, говорят жители. Вопрос в том, будет ли бороться с этим Рязань. Мэр города Елена Сорокина ответила, что попытки уже были. Давайте мы еще раз устроим такую общественную дискуссию, какое консолидированное мнение, чтобы не ущенить ничьи абсолютные интересы. И тех, кому нравится, и кто там вкладывает душу свою, и тех, кому не нравится. Давайте так, чтобы компромисс какой-то мы нашли. Обсудили и свалку рядом с химволокном. Активисты говорят, что уже несколько лет на этой территории что-то происходит. То есть мусороотходы туда ввозить запретили, а машины появляются постоянно. Плюс рядом течет речка Листвянка. Сотрудники природоохраны прокуратуры ответили, что они уже направили материалы о возбуждении уголовного дела на директора организации. Проблема была в том, что сам комплекс постоянно передавали от одного юрлица другому. Поэтому первая обличительная мера, которую наложила прокуратура, заключалась в том, что до исполнения решения суда передавать комплекс запрещено. Было направлено исковое требование к прокуратуру о вывозе отходов к той фирме, которая является собственником данного имущества. Генеральная прокуратура Российской Федерации была согласована внеплановая проверка Ростехнадзоров межрегионального, который провел проверку по данным имущественным комплексам. Пришел к выводу, что это все-таки элементы гидрохимических сооружений. И по линии, по части нарушений за содержание этих гидрохимических сооружений также были приняты меры административного воздействия как на должностных лиц, так и на юрлиц данных фирм. Штрафы доходили до 400 тысяч рублей. За незаконное использование земельного участка по ряду исков сумма доходит до 26 миллионов рублей. Сейчас Росприроднадзор проводит проверку, чтобы понять, какой ущерб был нанесен природной среде. Есть предложение раздробить саму территорию в 136 гектаров и отдать в использование другим предпринимателям. В ходе встречи оказалось, что на многие вопросы природоохранная прокуратура реагирует, просто не все освещает. Поэтому Алексей Секин принял решение, что о работе ведомства нужно говорить больше. Валерий Седов, телекомпания «Город». В 35 он покорил стайерский форум «Айронмен», а теперь специализируется на ультрамарафонах. Хотя когда-то просто пробежался от нечего делать. Об очередном «Железном человеке» Марина Романёк. Воплощение образа современного директора, бизнесмена, руководителя выглядит так. Со вкусом одетый мужчина всегда в хорошем настроении, лично на связи с каждым своим сотрудником, в курсе всех дел, в постоянном развитии и непременно в прекрасной физической форме. Ведь руководитель должен быть примером во всем. Вероятно, поэтому директор стоматологической клиники Дмитрия Хадикова когда-то увлек именно бег. Началось с подготовки ко всемирно известным соревнованиям «Айронмен». 4 километра вплавь, 180 на велосипеде и 42 бегом. Дмитрий пробежал дистанцию, которая дается не каждому профи, за 10 часов и 16 минут. Мне понравился бег, то есть я, наверное, год бегал не в удовольствие. То есть я как-то бегал, чтобы цель, результат достичь. Ну, как-то надо было бегать, я бегал. А потом бег мне как-то в какой-то момент времени стал приносить прям удовольствие. Как медитация такая, ты бежишь, и как-то ты сам с собой, ты получаешь удовольствие от процесса. Впервые Дмитрий побежал в 2015 году. По его признанию, от нечего делать, когда отдыхал в санатории. В 35 лет он покорил соревнования «Айронмен». Затем была серия марафонов и ультрамарафонов. У меня три было, получается, ультрамарафонов в прошлом году. Это был Суздаль, 50 километров. Это был Никола Ленивец, тоже там 50 с небольшим. И на закуску в Сочи мы бежали в гору. Там набор высоты был 3000 метров, то есть самая высокая точка была 3 километра. Мы там карабкались, я помню, вот так вот по этой горке. Это было, по-моему, 52 километра, сейчас уже точно не помню. Но в горах гораздо тяжелее. И это у меня тоже заняло 10 часов непрерывного бега. И оказалось, наверное, чуть сложнее, мне кажется, чем «Айронмен». В тренировке 6 раз в неделю такой же традиционный ритуал, как, например, почистить зубы или позавтракать. День без бега Дмитрий уже не представляет для себя. Я начал бегать утром, где-то там в 6-7 утра. И как раз до работы очень хорошо ты поднимаешь свой уровень энергии. После сна высокий уровень гормонов, стресса, кортизола и адреналина. И поэтому бег, он разрушает эти гормоны. И ты такой прибегаешь домой уже в приподнятом настроении. Я сейчас оставил бег как просто такую ежедневную зарядку, как говорится, десятка до завтрака. Я когда бежал в марафон свой первый в Москве, мучился, умирал, плохо был готов. И за 10 километров до финиша такая была мотивирующая табличка, я запомнил, это был 16-й год, что потерпи, осталось всего десятка, которую ты легко бегаешь до завтрака. А уже было нелегко, потому что 32 километра было позади. И я как-то оставил эту штуку, что десятка до завтрака. По признанию Дмитрия, его мотивирует ставить цели и достигать их. Сегодня его цель – пробежать самые крупные мировые марафоны. За плечами мужчины московский, нью-йоркский, берлинский и многие другие. Ближайшей осенью, 11 октября, Дмитрий отправится на старейший марафон мира – в Бостон. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сразу двое рязанцев стали чемпионами Европы по гиревому спорту. Форум силачей прошел в Казани, свои навыки демонстрировали 300 атлетов из Польши, Англии, Дании, Сербии. Иван Кулаков и Максим Шаров были в этой плеяде на первых ролях. На втором помосте выступает Кулаков Иван. 98-го года рождения. Вес участника 94 килограмма, 950 граммов. Тренируется под руководством Матова. Трехкратный чемпион мира Иван Кулаков выходил на европейский помост в ранге явного фаворита. Именно ему сегодня принадлежит мировой рекорд 95 подъемов. Именно он главная звезда состязаний. В упражнении толчок, длинный цикл у Ивана сегодня нет конкурентов, что рязанский спортсмен и доказал в очередной раз. Снова 95 подъемов. Абсолютно лучший результат среди всех возрастных и весовых категорий. Юного ряжского силача Максима Шарова Фортуна тоже не обделила вниманием. Ученик Ивана Кулакова, как он сам себя называет, выступал в двоеборье по программе юниоров. И с результатом в 169,5 очков стал покорителем деревой и Европы. На своей страничке в соцсети Максим сразу же поделился впечатлениями. Выступлением доволен, прошелся по своему лучшему толчку. Еще стоит отметить, что это мой первый международный старт и чувствовался особый груз ответственности за результат на помосте. Еще впервые повидал разных иностранцев. Организация была на самом высоком уровне. Для Максима этот успех по-серьезному первый в карьере. Впереди новые вершины. Вполне по силам, когда у тебя в наставниках живая легенда гиревого спорта. Как будем отдыхать летом, пока, наверное, знают только школьники и студенты. У них обыкновенные каникулы. А вот о досуге рязанцев уже позаботились власти. Опубликован план мероприятий на все лето. График пока плавающий, но уже известно, где можно посмотреть кино, а на какой площадке обучиться танцам. Выставки, мастер-классы и социальные танцы. Все эти мероприятия пройдут в рамках проекта «Фестивальное лето». Привычные встречи на почтовой проводить не получится. Тут свою роль сыграли коронавирусные ограничения. Поэтому решили проект изменить. Этот проект объединит четыре пространства. Это Зеленый театр и площадка у Зеленого театра Центрального парка культуры отдыха. Это лесопарк, парк Гагарина и сквер Скобелево. Но мы понимаем, что ограничительные меры, они не сняты. И поэтому мы выходим на локальные проекты. Мы уходим от больших массовых мероприятий, но при этом мы создаем настроение. На почтовой будут проходить выставки мастеров-ремесленников и фото-выставки. В ЦПК и О акцент сделают на Зеленом театре. Здесь будут концертные вечера, а в субботу и воскресенье обещают показывать фильмы. Планируются и живые выступления. Театр драмы и филармония покажут спектакли. А музыкальные коллективы регионального ОМВД и УФСИН сыграют на сцене. Появятся и новые проекты. Одним из первых проектов, который мы обсуждали, это был проект «Социальный танец», который будет реализовываться на всех площадках. Что это такое? Это такой призыв наших клубных работников к населению города. Прийти в парки и вместе выучить какие-то танцы. Это и здоровье, это и, опять же, возможность коммуникативного общения. Танцы будут разные и на всех четырех площадках. Еще одна новинка – мобильная бригада под названием «Мобильный праздник». Люди будут приезжать в отдаленные уголки города и давать концерт. То есть Никуличи, Семчино, скверки Рамзавода и другие территории без праздника не останутся. План мероприятий будет регулярно дополняться. Спланировать свой отдых можно по анонсу мероприятий в социальных сетях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok